В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе прошли праздничные мероприятия, посвященные присоединению Крыма к России. Россия великая страна и мы должны всегда оставаться едиными. Члены местного отделения общества инвалидов приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Помощи, которую получаем от своих друзей-спонсоров, передаем Луганской и Донецкой народным республикам. Коммунальщики отметили свой профессиональный праздник. Работаете и днем, и ночью, и в домах, и в системе благоустройства. Восемь лет назад в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор, согласно которому Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации. С тех пор дата 18 марта стала праздником, который отмечается во всей стране, в том числе и в Ленинском городском округе. Наша съемочная группа побывала на площади у кинотеатра «Искра», где состоялся большой праздничный концерт. Сегодня особенный день у страны. 18 марта 2014 года, день воссоединения России и Крыма. Конечно, площадь в центре Видного не стадион в Лужниках, но и здесь собралось немало видновчан, пришедших выразить свою поддержку народу Крыма, который 8 лет назад на референдуме высказался за вход в состав Российской Федерации. Наша исконно русская территория вошла, вернулась, что называется, в свое родное лоно, и я очень горд этим событием. И, конечно, этот день, это событие будет напоминать всем, всему нашему населению о том, что Россия великая страна, и мы должны всегда оставаться едиными. В концерте приняли участие сольные исполнители и коллективы различных творческих организаций Ленинского городского округа. В начале мероприятия перед присутствующими выступила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Я поздравляю всех, я поздравляю молодежь, я поздравляю жителей Крыма, и я уверена, они сегодня нас слышат с праздником. Подобные мероприятия, большие и малые, прошли на всей территории округа и нашли отклик в сердцах местных жителей. Много людей пришло, действительно, нас многие поддерживают. Это артисты, все практически, да, никто не отказался, все решили принять участие в нашей сегодняшней акции, поэтому все здорово, настроение хорошее, погода тоже сегодня нам благоволит, да, тепло, потеплело, да, мороза нет, солнце светит, и людям нравится. День возвращения Крыма в состав России – важная дата для всех граждан страны, и цель подобных мероприятий – напомнить о важной вехе в истории Отечества, прежде всего, молодому поколению. Ну и как впечатление от праздника? Ну, праздник даже очень хороший, мне очень понравилось. Я считаю, что праздник вполне масштабный для нашего города, так как здесь собралась такая толпа людей, а про праздник у меня то же самое мнение, что и у Дениса. Закончилось мероприятие флэш-мобом, в ходе которого участники и зрители праздника развернули 100-метровый флаг Российской Федерации. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В минувшую пятницу на Большой спортивной арене «Лужники» состоялся концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Отметить восьмую годовщину со дня этого события собралось более 200 тысяч человек. От Ленинского городского округа приехала делегация в составе порядка 700 активных жителей, представителей местной администрации и депутатского корпуса. Каждый, кто в этот день был здесь, поддерживал своим присутствием решение президента. Мы в свое время, люди, воспитанные в Советском Союзе, спитали его с молоком матери. Поэтому все, что касается защиты Родины, защиты Отечества, наших братских народов, которые были в составе Советского Союза, это наша родная кровь. Мы всегда будем поддерживать и постараться в трудное для них время быть рядом. Потому что мы заодно с ребятами, которые там сейчас воюют на Донбассе, потому что мы заодно с нашим президентом Путином. В эту минуту нужны слова поддержки, нужны слова одобрения, слова того, что мы вместе. Работайте, братья, мы с вами. В эти дни тысячи российских военных борются за жизни простых жителей Донбасса своими выступлениями. Их поддерживали журналисты и музыканты. Апогеем мероприятия стало выступление президента Российской Федерации. Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути к неонацистам и к крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение. Ну а Россия ждет скорейшего возвращения наших бойцов домой. Прошли праздничные мероприятия и в других поселениях Ленинского городского округа. В поселке совхоза имени Ленина представление для местных жителей подготовили сотрудники муниципального центра культуры. Делегация нашего центра культуры была в Лужниках. Вы знаете, что проходил большой митинг-концерт. Действительно, более 600 тысяч человек там присутствовало. Это невообразимый подъем мы испытали национальный. И сейчас попытаемся, ну а может частичку вот этого заряда позитивного, патриотического заряда передать вам. И стоит отметить, что у сотрудников муниципального центра культуры это отлично получилось. Как это традиционно бывает на подобных концертах, зрители также стали его участниками. Тем более, что со сцены звучали песни о России, знакомые всем с детства. 20 лет назад мы ездили молодыми отдыхать в Крым. И я не понаслышке, я знаю, мы общались, мы дружили с ребятами, которые мечтали об этом. И когда Крым присоединили к России, осуществилась мечта вот тех ребят, тех подростков в этот период, которые я знаю, что они правда мечтали об этом. Во время мероприятия был организован сбор продуктов и вещей для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Такой пункт работает на базе кафе у дедушки АУ уже более двух недель. Помимо сотрудников муниципального центра культуры в мероприятии приняли участие члены общественной ветеранской организации «Боевое братство». Мы долго к этому ушли, мы долго терпели, но все-таки мы смогли вернуть благодаря нашему президенту, благодаря нашей команде, которая работает вместе с президентом, благодаря нашим ребятам, которые сделали это красиво, без одного выстрела. Для нас это победа, Крым это наш. Также собравшиеся высказали поддержку президенту России и его решения в проведении спецоперации. В Ленинском городском округе на базе общественной палаты продолжает работу пункт сбора гуманитарной помощи. Теперь необходимые товары принимаются для жителей Луганской, Донецкой народных республик, которые остались на родине. Представители общества инвалидов привезли большую партию детских вещей и игрушек. Продолжит Юлия Погасьян. Развивающие игры, книги, снаряжение для зимних видов спорта, одежда и обувь. Всего более 20 коробок гуманитарной помощи для детей на днях пункт сбора доставили члены общества инвалидов. Несмотря на то, что представители организации и сами нуждаются в поддержке, они не смогли остаться в стороне от беды, которая обрушилась на жителей Луганской и Донецкой народных республик. Часть помощи, которую получаем от своих друзей-спонсоров, передаем Луганской и Донецкой народным республикам. Но у нас всегда в приоритете дети. И сегодня, конечно, нам хочется поддержать, порадовать детей, которые получили такой стресс, чтобы они почувствовали нашу заботу, тепло наших сердец, что мы рядом, мы вместе, мы за мир. Пункт сбора гуманитарной помощи при общественной палате муниципалитета начал работу 24 февраля. За это время собрано более 3000 килограммов различных товаров, необходимых жителям ЛНР и ДНР. Ежедневно крупные партии коробок отправляются в региональный пункт, откуда вещи и продукты питания доставляются адресатам. Нам обязательно нужно присоединяться к этой акции, если не сегодня, то завтра. Она как минимум прелена до конца марта, но пока что вообще бессрочно. Так что обязательно присоединяйтесь, ваша помощь очень нужна людям. И таких неравнодушных в Ленинском округе много. Ежедневно в пункт приходят десятки жителей. Сейчас, когда в список разрешенных товаров вошли продукты, люди в основном несут продовольствие с большими сроками годности. Душа болит, потому что мы все соотечественники. Мы не такие же, как и мы, мы все русский народ. Почему нет? Мои дети накормлены, слава Богу. А вот те дети нуждаются больше, чем мои на данный момент. Поэтому мы просто обязаны им дать это все. Напомним, пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно. Будни с 10 до 20 часов, выходные с 11 до 16. Находятся по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 23, корпус 3, помещение 128. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И печальная новость. Сегодня в Видном простили с Владиславом Королевым, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины при исполнении воинского долга. Прощальная панихида состоялась в Георгиевском храме. На ней собрались родные и близкие погибшего друзья, представители администрации Ленинского городского округа, представители областного и домодедовского военных комиссариатов. В 2008 году Владислав Королев окончил Нижегородское высшее военное инженерное командное училище. Проходил службу сначала в Московском военном округе. С июля 2016 года являлся командиром инженерно-саперной роты, инженерно-саперного батальона, 32-го инженерно-саперного полка, 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Кому-то могло показаться, что вместе с поколением победителей уходят герои, люди, которые отстаивали независимость, суверенитет нашей страны. Но последний месяц показал, что генетическая память наследников поколения победителей жива. И наши современники, люди, которые готовы, так же, как и деды и прадеды, жертвовать своей жизнью ради безопасного неба над нашей страной, ради того, чтобы мы изучали родную историю, говорили на родном языке. Глава городского округа Алексей Спаский выразил родным и близким слова соболезнования и благодарности за воспитание достойного сына. Владиславу Владимировичу Королёву было 35 лет. У него остались жена и сын. Похоронили капитана Королёва в Видном в городе, где живут его родители. В администрации Ленинского городского округа прошло оперативное совещание с участием руководителей предприятий и организаций муниципалитета. Представители оперативных служб доложили о ходе устранения аварийных ситуаций и текущем состоянии дел. На повестке, как всегда, обсуждение сразу нескольких особо актуальных тем. Начали встречу с доклада директора единой дежурной диспетчерской службы муниципалитета Вячеслава Прохорова о происшествиях за минувшую неделю. Служба 112 поступила обработана на 5 526 звонков. Из них на 2532 приходится на вызовы скорой медицинской помощи. 716 вызовов полиции. Из них 173 ГИБДД. О том, сколько новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зарегистрировано, рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. В муниципалитете наблюдается снижение заболеваемости. В штатном режиме продолжается работа по диспансеризации взрослого и детского населения. Начата работа по внедрению лабораторной информационной системы во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях. Сегодня лист внедрена во взрослые поликлиники, что позволяет получать анализы сразу в электронной информационной амбулаторной карте и о пациентах на госуслугах. Прошедшая неделя была напряженной не только в работе аварийных и диспетчерских служб. Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Эльвира Ковалерская рассказала о том, как на всех площадках Ленинского городского округа прошли мероприятия, посвященные очередной годовщине присоединения Крыма. Прошедшая неделя действительно состоялось важнейшее мероприятие – это воссоединение Российской Федерации с Крымом. Вы знаете, что от нас большая делегация ездила на федеральное событие. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, кто организовывал, потому что это такая, знаете, мини-войсковая операция, 12 автобусов, почти 700 человек. Руководители управляющих компаний рассказали о текущем состоянии дел. Проделано немало работы по уборке снега и еще предстоит наметить целый комплекс в рамках предстоящего месячника благоустройства. 20 марта в России отметили свой профессиональный праздник работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне в историко-культурном центре в Видном поздравили и коммунальщиков Ленинского городского округа. Именно благодаря этим людям в наших домах есть свет, вода, тепло и уют. Сейчас в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ленинского городского округа работают 65 предприятий и организаций, среди которых ПТО, ГХ, Дорсервис и управляющие компании. В этой сфере задействовано более 3000 человек. Любой разумный человек не может не оценить ту искренность, тот вклад, который каждый из вас, каждый работник, ГХ, бытового обслуживания вкладывает в свой труд. Работаете и днем, и ночью, и в домах, и в системе благоустройства, создая настроение. В преддверии дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается ежегодно в 3 воскресенье марта, в историко-культурном центре звучало множество слов честь и виновников торжества. От всей души, от имени Совета депутатов, хочу вас поблагодарить за сотрудничество, за такое доброе сотрудничество, взаимодействие в любое время дня и ночи, мы всегда на контакте. И, конечно, хочу поблагодарить от имени жителей за ваше отзывчивость, за нервную душу, терпение, безусловно, профессионализм. Почетными грамотами и благодарностями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области главы округа и Совета депутатов наградили наиболее отличившихся коммунальщиков. Среди них и Николай Макарычев, который в производственном техническом объединении городского хозяйства трудится уже 20 лет. Он обслуживает и ремонтирует котельные, ЦТП и тепловые сети поселка Володарского, где сам и живет. У нас же прошла реконструкция, там первые ЦТП, заменили все оборудование, сейчас новое. Сейчас они вот с 16-го года никаких претензий к нам нет. Не обошли вниманием и ветеранов труда жилищно-коммунального хозяйства, которые работают в отрасли более 20 лет. В ПТО ГХ Николай Калошин, например, трудился с 1988 года. Начал с главного инженера, потом стал директором филиала «Жилищник». Тогда появилась необходимость возглавить спецавтохозяйство, директором спецавтохозяйства работал. Большое количество времени посвятил нашему городу. Очень приятно, что он у нас процветает, выглядит хорошо. И дай бог, чтобы так продолжалось. Теплые слова и поздравления сменялись песнями и танцевальными номерами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Свой профессиональный праздник многие сотрудники предприятий жилищно-коммунального хозяйства отметили на рабочих местах. Потому как сфера эта беспокойная и требует постоянного внимания и контроля. О тех знатоках своего дела, кто создает уют и комфорт для жителей муниципалитета, на улицах, в подъездах и крышах. Специально в репортаже нашего корреспондента Галины Житковой. Увидеть красоту своего города с высоты птичьего полета дано не каждому. А вот кровельщик Александр Латышев говорит, что работа уже стала привычкой. 25 лет практически ежедневно поднимается на крыши, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. Добро людям делаем, устраняем практические, чтобы люди не мучились. Вот и все. Работа в непосредственном контакте с людьми всегда сложная. Ведь каждый видит решение проблемы по-своему. Но высококвалифицированные специалисты, управляющие компанией жилищно-коммунального хозяйства, находят подход к каждому. Я вот с 2003 года работаю здесь. Я прошел от низа до самого верха. Каждый день что-то у нас новое. Каждый день какие-то новые проблемы, новые трудности. Работа с населением очень интересная. Здесь много своих тонкостей за старшими домами. Они всегда на связи, для того, чтобы с ними работать напрямую. Претензий поменьше будет. А так? Поменьше претензий, наверняка же и слова благодарности. Ну, есть и слова благодарности. Сердцем и душой называют сами специалисты отрасли ЖКХ свою диспетчерскую. Вся информация о проблемах муниципалитета, а порой и даже соседних населенных пунктов, в руках профессиональных сотрудников. Лариса Мещерина уже 26 лет принимает вызовы. Говорит, что звонков в ночное время раздается гораздо больше, чем дневное. Сейчас такая ситуация. И болеют люди, и много вопросов связаны. Даже бывает не с нашей работой. Ну, например, там не работает телевидение, да, не работает телефон. Ранним утром и поздним вечером, летом, зимой, осенью или весной в городских скверах и на детских площадках можно встретить работников дорсервиса. Забота у них такая – приводить в порядок любимые места отдыха жителей. Проблемы города видны, решает сплоченная команда из 130 человек. Мы начинаем работать пораньше, чем люди выходят на работу. И приносить людям удовольствие от того, что они видят, что где-то мусорки убираются, где-то чистятся детские площадки. И тогда, приходя уже с работы, да, и выводя детей гулять, сами прогуливаются по городу Видному, и у нас ездят погулять, есть красивые места. Они уже идут и видят, что чисто, и хоть какое-то удовольствие мы приносим. Понятно, что эта работа неблагодарная, но все-таки она нужная. Ранней весной пока еще очень актуален вопрос бесперебойного теплоснабжения многоквартирных домов, частного сектора и объектов социальной инфраструктуры. Комфортная жизнь поселка Петровская напрямую зависит от работы местной котельной. Нужно понимать и знать многие тонкости, в том числе и как работают трубопроводы, как работают котлы, какая должна быть вода. То есть, если, допустим, вода будет жесткая, то будут откладываться накипи в трубопроводе. Чтобы этого не случилось, вот нужно постоянно делать химводоанализ. От нашей работы зависит то, как обычные люди комфортно чувствуют себя у себя в квартире. Для того, чтобы жители были уверены, что тепло в квартирах – это величина постоянная, в котельной установлено новейшее оборудование. С помощью разработок отечественных производителей ведется учет тепловой энергии, осуществляется горячее водоснабжение и отопление многоквартирных домов. Современные технологии внедряются постоянно, технологии совершенствуются, которые есть по теплоснабжению для того, чтобы увеличить энергоэффективность и, как говорится, коэффициент полезного действия. Работа всякая нужна и бесспорно важна. А тем более такая, что помогает создать комфортные условия для жителей большого муниципалитета. Здоровья вам, специалисты жилищно-коммунального хозяйства. Видимо, ценим все, что вы делаете ежедневно. Галина Житкова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Библия ТВ. 21 марта в Подмосковье стартует социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». О проекте мы поговорим с моим гостем, начальником ОГИБДД Анатолием Баландиным. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Добрый день. Давайте для начала все-таки расскажем нашим телезрителям, что, собственно, из себя представляет этот социальный раунд и какова его основная цель. Социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность» будет проходить с 21 марта по 17 апреля на территории Подмосковья, так сказать, в рамках информирования, а также повышения социальной ответственности у граждан при перевозках несовершеннолетних пассажиров. Цель этого мероприятия какую вы перед собой смотрите? Цель – обеспечение дорожно-транспортной перевозки, ну, безопасность маленьких пассажиров при перевозках, соответственно, водителями. Основная наша цель. Зачастую в ДТП, где переводятся дети несовершеннолетние, они получают наибольшие травмы, если они не используют специально удерживающие устройства. Соответственно, для этого мы и проводим этот раунд с целью информирования водителей, родителей, самих же детей, чтобы у них вырабатывалось уже определенное поведение, как когда они заходили в автомобиль, садились, да, и уже родителям сами говорили, мама, папа, водитель, пристегните меня к ремнем, посадите меня в детское удерживающее устройство, чтобы, ну, азы с самого детства должны у людей вырабатываться. Да, довольно давно уже появились, собственно, и автомобильные кресла, да, и, в общем, законы, которые, в общем, должны вообще стимулировать их использовать. Неужели до сих пор вот много людей есть, которые пренебрегают этими мерами защиты? Мы их об этом информируем, мы не только, допустим, положительные какие-то примеры, но немного отрицательные, чтобы у людей немного в сознаниях откладывалось, какие могут быть последствия, если они не будут использовать все-таки ремни и детские удерживающие устройства. И с каждым годом таких водителей все меньше и меньше становится. Все-таки начинают уже адаптироваться и приобретать устройства. Какие мероприятия будут проводиться в рамках раунда на территории нашего муниципалитета? Ну, основные, это у нас будут проходить тематические мультимедийные продукты. Будем во всех школьных организациях, дошкольных организациях с крупными предприятиями, перевозчиками проведем, так сказать, разъяснительные, и также покажем им, как нужно передвигаться с малолетними пассажирами. В торговых центрах баннеры, ну, и краны светодиодные. Ну, основная цель – это все-таки информирование, нежели наказание водителей. Какие-то будут, в общем, останавливать водителя, вот именно на дороге какие-то будут, там рейды проводиться? Ну, конечно, это в обязательном порядке у нас, они и до этого, без этого рандо проходились. Просто сейчас больше тематических листовок водителям больше будем предлагать и информировать их об этом. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет обязательно в специально удерживающих устройствах. Вот есть такая листовочка, здесь предусмотрена, ну, то есть, от года рождения, ну, то есть, от самого, да, младшего возраста до самого старшего, когда правилам на дорожное движение, предусмотрена перевозка детей. То есть, в своем определенном возрасте тот или иной пассажир, не достигшего возраста, там, 13 лет, должен передвигаться в автомобиле со специально удерживающей устройством, которое крепится ремнями безопасности системы изофикс. Спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас был начальник ОГИБДД Анатолий Васильевич Баландин. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.